друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка-малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж мы с вами спешим как говорится обсудить сегодняшний ролик уралки и сарафана превью впечатляющее буквально я бы сказала говорит само за себя одна сидит с набитым ртом в принципе это ее обычное привычное состояние да как всегда понятно будет как вкусно как вкусно изображая очередной оргазм от поедания пищи но двух других двое других словно впервые вообще увидели стол словно впервые за этот стол посадили да сидят согнувшись в три погибели это что-то с чем-то ребят ну я в шоке в общем далее уралочка говорит мальчишки парни говорит у меня маленько говорит забастовали ну конечно уралочка рассказывает сказки про белого бычка мы конечно же будем верить уралочка сегодня готовит какое-то там национальное блюдо то ли узбекская то ли таджикская они сами кстати не знают а сама кстати уралочка нет вы знаете зайти мне это не надо сто лет я его готовить не собираюсь да у меня такое не едят опять же кто к чему привык мы едим свои блюда то что нам нравится поэтому ко мне претензий быть не может абсолютно никаких а вот уралочка между прочим готовит чего-то там национальное блюдо как она сказала то ли узбекская то ли таджикская вообще в принципе да могла бы зайти в поисковик заглянуть и посмотреть что она там готовит еще же все таки это блюдо но она так и сказал не знаю то ли узбекская то ли таджикская короче вот мое мнение раз ты готовишь значит ты должна хотя бы в принципе поинтересоваться чье это блюдо уж раз ты как говорится об этом раскрыла свой рот и начала про это говорить можно было вообще об этом не говорить просто назвать название блюда но кстати даже название блюда она запомнить не могла потому что сарафан несколько раз ее там значит пытался говорит ты неправильно говоришь ты неправильно говоришь отдергивал он ее уралочке пофиг веники уралочка вообще в одну ухо влетела в другое ухо вылетела ну легонький у мишка помните ребят да как говорила героиня значит бабушка как раз таки она говорила мать своей дочери фильме мачеха обожаю этот фильм советский фильм да вот как раз таки дочки вот этой дарониной говорила мать а вот легко живешь а легонький у тебя типа у мишка вот точно так же уралочки но у мишка легонький это еще легко я бы сказала сказано кстати уралочка сегодня нацепила на себя свой обычный халат ага свою вот эту халабуду уралка а шо такое а в чем собственно дело все неужто уже не влезаешь в свой стильный наряд как его охарактеризовали уралкины хомяки написав оля ты стала такая стильная современная это что-то с чем-то я никогда не знала что одеть от обычную тунику да и нацепить на себя лосины это что-то стильное современное мне хотелось бы уточнить интересно в таком случае в чем же ходят эти уралкины хомяки которые пишут ей подобные дифферамбы наверное ходят каких-нибудь знаете майках непонятных да и в каких-то вот этих вот семейных труселях но скорее всего так короче уралка сегодня нацепила на себя вот это вот свой халат привычный обычный вернулась таких своим халатом я так понимаю что все в тунику больше не влезает лосины конечно то что она лосина на себя нацепила я в это даже не поверила потому что когда она сказала что нацепила на себя лосины в предыдущем ролике я сразу сказала что когда показывали ее вот этот вот лук да вот так вскользь провели быстренько быстренько по ее фигуре и все то есть там было непонятно может быть там были просто одеты какие-то спортивные штаны непонятно что ну да ладно она говорит ой я сейчас малеха отложу в каком месте хотелось бы спросить ты сейчас отложишь да ну а еще уралочкины слова сложу да положу ну и как всегда ребят она готовит а на заднем плане как всегда гогочут видимо бедный несчастный сарафан да так оголодал таджичка дома экономит таджичка дома не готовит да не кормит его так хорошо поэтому ходит он сабдугани обжираться курал очки домой тут тебе пожалуйста и мясо и овощи да и все как говорится вот все по фэншу и все как надо далее прикол сарафан говорит уралки ребят ну типа живет с ней вместе говорит ей а ты пленку поменяла она ему в ответ не ты а вы типа ты чё дурень мы ж по сценарию живем с тобой вместе и счастливы вместе а ты нас палишь не по-детски ну ребят для тех кто не понял когда он говорил вот это что пленку поменяла он имел ввиду клеенку то есть даже сказать нормально не может несмотря на то что живет здесь уже огромное количество лет да да даже человек не пытается не пытается узнать что-то не пытается научиться чему-то ему и так в принципе сойдет ему и так хорошо вот он ей сказал ты чё пленку поменяла имея ввиду ты чего клеенку поменяла ну что самое интересное вот представьте себе ситуацию да люди которые действительно семья которые правда живут вместе да и у них семья они знают все то о чем происходит у них в доме и даже вот такие мелочи да как клеенка еще что то но как ты можешь этого не замечать когда ты садишься за этим обеденным столом ты вроде как должен там принимать до приемы пищи завтрак обед ужин там еще чаевничать и так далее как ты можешь не заметить что она поменяла клеенку ребят мне просто интересно ну как скажите пожалуйста да вот я говорю вот я не знаю я допустим люблю покупать кружки кружки для чая для кофе всякие разные у меня их просто полны полно да но если я зашла в магазин и увидела какую-то прикольную классную кружку вот мне просто понравилось да там 200 300 рублей на стоит обычная вот такая да чашка все я ее покупаю прихожу и допустим там мужу говорю да а я тебе купила новую кружку пить кофе он говорит так у меня их полным полно это же все новые ну и что говорю я вот увидела мне понравилось и я тебе такую купила захочешь будешь пить из нее да он говорит ладно хорошо там эту заберу на работу допустим там а другую какую-то там принесу да и так далее но все вот что люди обычно покупают да как-то в семье все это принято об этом говорить да ну допустим вот мы чтобы там не случилось за за целый день вечером после работы делимся новостями друг с другом а здесь ребят она купила клеенку без него а он даже знать не знает и вот объясните мне пожалуйста да я могу себе представить я допустим за рулем да я езжу туда-сюда там по работе туда-сюда то есть у меня есть машина да я сама в принципе я могу без мужа выезжать куда бы то ни было здесь же урал очки да как и многие в принципе другие девушки и женщины да ну я говорю что я же говорю за себя потому что это ж мой обзор здесь ситуация другая здесь в отличие от нас с вами уралочка без помощи сарафана даже выйти из дома самостоятельно не может естественно если ей нужно куда-то в магазин приобрести ту же клеенку ребят вот давайте просто элементарно логически мыслить да соответственно что ей нужно ей нужно сесть вместе с ним в машину да либо сесть вместе с ним в такси вызвать это такси да и поехать но они же говорят что они семья соответственно у них сейчас машина вот она его с ним вернее вместе усаживается едут в магазин и там они все покупают мы же с вами прекрасно видим как это у них происходит да они покупаются вместе то что они нам демонстрируют своих роликах соответственно но если бы она купила эту клеенку но она бы он бы видел бы что она покупает ребят может все это прекрасно видим да а здесь получается какая-то интересная билиберда но она значит покупает клеенку он этого не видит он этого не замечает и только придя на очередную съемку он говорит о ты пленку поменяла вместо клеенки да то есть начинает тупить понятное дело он то начинает тупить по полной программе это его обычное состояние он потому что даже не думает он тоже из той категории людей которые сначала говорят а потом в принципе да он даже и не думает о чем он говорит и уралочка опять говорит ой да мы с сафаром угораем с комментариев уралочка вот ты знаешь я тебе уже не раз об этом говорила тебе надо не комментарии читать вместе с сарафаном тебе надо почаще вообще заниматься собой своей семьей ты же уверяешь что это твоя семья да и ты постоянно говоришь о том что ты не успеваешь готовить обеда и ужина к приходу со школы из школы вернее да твоего вот этого обдугани так вот ты лучше бы не комментарии читала и зачитывалась комментариями а пошли бы куда-нибудь он бы пошел бы поработать да раз он мужчина и вы снимаете один несчастный ролик в день да вместо этого занялись бы как-то домом занялась бы собой но нет друзья мои ни на что нет времени читают комментарии даже в принципе этого не скрывают конечно же я прекрасно понимаю что читает они комментарии на обзорных каналах и смотрят они наши обзоры по той простой причине потому что в их комментариях как правило пишут одну вот одни хвалебные воды все говорит вот мы с сапаром почитали ким о комментарии говорит представляете говорит боже ты мой вот говорит рассказывают что типа сарафан со мной не живет он живет отдельно вместе с обдугани вот говорит хватит вам фантазировать уралочка вот ты знаешь честно чья бы мычала твоя уже давным давно бы молчала уж если мы фантазируем да как я говорю что если я говорю какие-то там вещи я говорю просто шутка да или я говорю это мои предположения или вот это мое мнение да это естественно но нам для себя очень и очень далеко уж ты в своем вранье но настолько преуспела ты что не сказала слова сказала значит соврала ты врешь постоянно не на каждом шагу поэтому знаешь вот эти свои вот эти вот приколы ой мы так и ржали над комментариями говорит уралка у самой морда красная как помидор чё опять дерябнула да ну самой морда красная сама уже стоит вся на взводе и рассказывает нам как ей было весело и смешно оно и заметно по твоему выражению лица ты сдала себя с потрохами потом это не мы сдаем вас это вы сдаете себя когда сарафан говорит а чё клеенку новую постелила ребят она не мы а вы скажите пожалуйста кто здесь сдал с потрохами а то что они не живут вместе сарафан издал и столько таких было моментов да когда вот они в предыдущем ролике на 10 минуте говорят что абду находится в школе а на 16 минуте они говорят слышен его голос отчетливо как он разговаривает с другими же такими же своими земляками да возможно со своей там сестрой возможно с дочкой вот этого друга зиговальщика да с кем угодно в принципе без разницы абсолютно мне вообще это даже не интересно с кем они там общаются понятное дело что со своими потому что он за два месяца так и не смог как муму сидит ничего сказать слова не может понимаете если бы он учился действительно в школе он бы уже общался он бы уже пытался бы что-то говорить а здесь просто не туда и не сюда поэтому чё тут говорить уралочка ты врешь постоянно вы врете постоянно вы сами палитесь на своем же вранье далее ребят представляете наш воспитанный в кавычках сарафан вспомнил такое слово как воспитание вот говорит они тем самым показывают свое воспитание сарафан твое-то воспитание мы все прекрасно видели ты знаешь уж я бы мучал опять же твоя бы молчала ты обосрался на ютубе так что мама не горю никому я уже говорила вчера в своем обзоре да на которой вы так все возбудились что ни от одного блогера подобного хамства я не слышала я привела пример что если бы вот допустим я как любой нормальный адекватный человек переехала бы жить в какую-то другую страну да я себе с трудом могу представить что я бы сидела бы там и обсирала эту страну в которую бы я переехала да то есть если я приезжаю в чью-то страну значит это мой осознанный выбор значит я априори обязана уважать традиции законы этой страны этих людей граждан этой страны да а у тебя этого даже близко ничего нет и кстати когда я сказала о том что твой аул вот этот вот непонятный да говоря про твою семью что она у тебя не воспитанные родители у тебя не воспитанные да потому что только не воспитанные родители могли вот такого невоспитанного чувака как говорится произвести на свет божий это сто процентов абсолютно потому что ну так нельзя себя вести потому что если бы у него были действительно стоящие родители они бы ему уже в первый раз объяснили сказали слушай ты чё так себя ведешь подобным образом это очень некрасиво он же рассказывал что его папа прекрасно понимает русский язык да а он себе позволяет зиговать он себе позволяет про славянских женщин говорить гадости да да про какие про весь русский народ и мне вот написали некоторые галя ну ты знаешь вот как то вот все таки некрасиво аул то тут причем вот причем аул да вот ты так сказала но во первых я так сказала да даже если исходя из моих слов я так сказала относительно его семейства его семейки да я бы даже так сказала его родители его братьев сестер которые поддерживают придерживаются тех же взглядов что и сам сарафан и в отношении его дружбанов которые зиги кидают вместе с ним и я уверена точно так же думают и плохо относятся к нам да это раз во вторых я хочу сказать что вообще-то когда сарафан себе позволяет говорить что мордами в салат русские алкаши и так далее он говорит про весь мой народ про всю мою огромную необъятную страну то есть это с какой стати а я сказала про его аул да в котором там возможно десять или двадцать домов ничего страшного переживут переживут как-нибудь я знаете лицемерец не собираюсь здесь и пытаться выглядеть вот такой знаете эдакой хорошенькой тетенькой да хорошенькой девушкой вот такой в белом пальто что вы что вы конечно нет 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 вот ударили по одной щеке сейчас подставлю другую да хрен вам с какой стати переживут если так относятся к нам приезжая к нам значит переживут я не говорю за весь таджикистан я же миллион раз говорила для тех кто в танке что она не весь урал и не вся россия а он не весь таджикистан так что знаете национальный вопрос здесь трогает только вот эта сторона которая почему-то считает что они вправе навешивать клише на мою страну да и на граждан моей страны и говорит что да они все алкаши так вы сами жрете пьете и ведете себя здесь ужасно я говорю опять же глядя на сарафана и на его дружбана кабана которого мы имели честь наблюдать вот когда он прославился тоже в прошлый новый год поэтому ребят понятное дело вот какой у него уровень развития с тем уровнем и он общается да то есть скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты если бы он был сам образованным таджиком образованным воспитанным было бы понятно что и как раз таки и у него да такой же круг общения но мы видим прекрасно что его что от него летят грязные слова в нашу сторону что его круг общения все прекрасно становится ясно четко и понятно поэтому сарафан не тебе вот раскрывать про что-то воспитание у тебя вообще никакого воспитания нет тебя вообще не воспитали ни тебя ни твоего сына абсолютно это ужасно то и уралочка говорит ой наши родственники все о нас знают уралочка твои родственники от тебя давным-давно уже открестились левой пяткой кроме твоей племянницы которая опять же которую ты подкупаешь своими труселями вернее слава богу не своими вот вот этого значит о василька далее с голодухи этот сидит нахваливает лаваш хватает его руками говорит ой не хватает кинзы уралка ему в ответ а я говорит кинзу то и не люблю правильно уралочка молодец готовь исключительно для себя ну знаете а он короче уралочка да рассказывает рассказывает о том что говорит вот мне кажется я много приготовил он говорит что говорит давай делай больше мы горит сейчас как втроем все накинемся ребят я просто в шоке к viewing знаете вот вот этот дядька у него только вот кишкаблу да только пожрать других желаний у дядьки нет там видать на пол шестого уже давно там просто пожрать и нашли ки шкур ничего ни других интересов ничегошеньки больше не интересуют кроме как нажраться как говорится ада уралочка уралочка вот бедная несчастная так пытается угодить и нодда сарафан ну да и иногда пытается иногда не пытается уралочка ты в следую В следующий раз на тебя натяни там тюбетейку или что там положено натягивать. Надевай не лосины, уралочка, они на тебя все равно не налезут. Надевай шаровары. И будешь, как говорится, вот как раз таки ему подстать. Вот, ребят, знаете, насколько это надо себя бабе не уважать, вот честно, да, это отказаться в 53 года от своей веры, от своих традиций, от своих блюд, да, от нашей кухни. И без конца вот это повторять, свинину я свинину не ем, я сало не ем. Ага, мы слышали про сало, все прекрасно. Уралочка, давно ли ты не ешь эти блюда? Я так понимаю, как только в дом притащила вот эти непонятные штаны. Вот было бы, уралка, ради кого так убиваться? Вот, знаете, честно, у меня есть девчонки, да, я, кстати, вот всегда отношусь к тому, что надо уважать любую нацию, любой народ, да, и любую веру, и это понимает абсолютно любой нормальный воспитанный человек. Так вот, у меня есть девчонки, которые замужем за мусульманами, да, вышли замуж, все, но они свою веру не поменяли. Они едят, что считают нужным, и свинину, да, мы привыкли, это наше мясо, которое мы очень любим, между прочим, вкусное, замечательное, хорошее, если кто-то не ест, это их личное дело, да, не надо никому никогда ничего навязывать. Я просто к тому, что женщины, девушки, да, молодые девчонки, 30-35-летние, не поменяли свои взгляды, свои традиции, да, вышли замуж и вышли, ну и что? И веры, от веры, от своей тоже не отказались. Далее, ребят, мукбанг от Троица. Уралка сразу же, знаете, сразу же замыкала. Обдугани, я смотрю, чавкает так же громко, как и попан, и точно так же тоже по ложке скрипит своими зубами. Сарафан хлебает чай, ребят, это просто, знаете, зрелище, без слез не взглянешь. Кто садится есть, не советую вот это вот смотреть, потому что это какой-то кошмар. Посмотришь со стороны, это каких-то три неандертальца. Вот такое впечатление, что они только слезли с пальмы, и вот, пожалуйста, их всех посадили за стол. Но невоспитанные, что Сарафан невоспитанный, что обдугани невоспитанный, да, не научили. Ни его, ни пацана есть нормально. Уралка от них тоже далеко не ушла абсолютно. Как закашляла, ребят, это надо было видеть. Вот это был действительно ржач. Всем советую посмотреть этот момент. В конце она начала кашлять, болтает, сидит тетка, кашляет, накашляла на обду, причем ему прям попало в глаз. Мне смешно. Он от нее, знаете, отстраняется, как от чахоточной. Это был такой ржач. Это вот правда надо было видеть вот эту картину. Уралочка жрачки наготовила, наперчила, ребят, специально, да, специально, чтобы никто не ел, чтобы пацан точно такое съесть не мог. Он сидел там, как огнедущий этот дракон, да, что перца, перца много, да, она и сама съесть не может. Ребят, представляете, настолько переперчила. Это какой-то кошмар. Она говорит, ну, у нас, говорит, получился минимум банк. Уралка, у вас получился просто какой-то блевантоз, извините за выражение. Это какой-то кошмар. Сидят, правда, три неандертальца, вот это вот чавкает, боже ты мой, что сарафан чавкает, что обду чавкает, да, ложкой вот этой зубы вот клацает по этой ложке. Да в конце концов, да вы ж сели, да что ж вы из себя вообще как какие-то просто непонятные личности. Да где ж ваше воспитание, да где хотя бы что-то, чему-то неужели нельзя было научиться, да. Это куда-то, даже вам в общественное место вы выйдете где-то посидеть в том же кафе, это ж позорище, это просто какие-то дегенераты. Ребят, это правда. Когда люди не умеют есть нормально, да, это просто какой-то кошмар. Вы понимаете? Как можно назвать вот это убожество минимум к банкам? Да это вообще такое, мне кажется, транслировать и показывать нельзя. Сами же себя просто выставляют в ужасном виде. Сарафан, этот вообще не умеет есть, ребят, вечно чавкает так, что слышно, наверное, на втором этаже, какой-то ужас. Сын у него точно такой же, тоже ничему не научили, а будет, между прочим, не надо говорить, он ребенок, он уже давным-давно не ребенок, он уже подросток. Ему будет уже 11 лет. 11 учат маленьких детей есть за столом правильно с 2-х, с 3-х летнего возраста, да, учат чему-то. Здесь вообще ничему не научили. Уралка тоже сидит, жрет, тут же болтает, тут же мэкает, тут же кашляет, этому нагласно кашляло, ребят, это надо было видеть. Это правда был такой прикол, я ржала, этот от нее отстраняется, как от чахоточной. Они там сидели, это какой-то ужас. Знаете, вот посмотришь на них, правда, как век не ели. Боже мой, бедные и несчастные. Опять же, мне хочется в очередной, уже в сотый раз, да, задать им вопрос, когда же вы уже нажретесь, в конце концов, вот правда. Вот смотришь, как будто вот слащие морковки никогда ничего не ели. Уже вроде время-то столько прошло, да, уже сарафан, сколько в Ревде живет у Уралки. Уже Абду живет, уже третий месяц, да, ну, если там с ними, ну, пусть даже приходят на съемки сниматься. Ну, уже можно было, в принципе, нажраться как-то, я не знаю. Но кидаются на еду так, словно, ребят, они неделю ничего не едят. Видимо, там действительно таджичка не кормит, экономит абсолютно на всем подряд. А к Уралке ходят столоваться и у Уралки нажираются уже, как говорится, на неделю вперед. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну, что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все, ребятки, всем пока, всех целую.